Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня в эфире программа «Интеграция». Ее ведущий сегодня я, Иван Кузнецов. И мы будем обсуждать очень актуальную для нашего времени тему «Боязнь общения. Социальную фобию». И сегодня у нас в гостях будет Елизавета Лиховец. Здравствуйте. Студентка Медицинской и Военной Академии. И Алексей Губарев. Здравствуйте. Итак, мы зададим несколько вопросов Елизавете. Она у нас медик, и она нам расскажет, в общем, в чем заключается эта тайная боязнь людей для общения. Пожалуйста. Социальная фобия – это иррациональный страх, который подразумевает под собой боязнь общества, причем не только боязнь общества, но и боязнь общения. То есть боязнь общения и с незнакомыми людьми с целью того, что незнакомые люди могут как-то негативно оценить человека. Социальная фобия – это является иррациональным страхом за счет того, что социальная фобия дает под собой черты стероидности. То есть человек имеет... То есть благодаря этому человек, страдающий социальной фобией, имеет диссонанс между собственной самооценкой и оценкой со стороны окружающих. Соответственно, социальная фобия является достаточно труднопреодолимым страхом благодаря тому, что человек просто боится выходить на людей. И, соответственно, человек боится побеждать свой страх. Елизавета, я думаю, что мы с вами друг друга не боимся. И как мы не боимся вот всех этих телезрителей нашего канала, которые сейчас смотрят на нас, как мы ведем себя, что мы делаем. И у нас теперь будет вопрос к Алексею, как к представителю общества. Алексей, расскажите, пожалуйста, о себе, чем вы занимаетесь, что являются вашими привычками, вообще кто ваши друзья, как строится ваш день? Ну, я живу просто обществом, грубо говоря, и общаюсь со всеми, кто только может дать мне, грубо говоря, информацию вообще из всего мира. Вот, и очень, на самом деле, немножко не понял жестов Елизаветы, которые постоянно, вот, перебирание ногтей, рук, глаз. Вот, и не могу немножко вас понять, как бы, если вы не боитесь общества, то почему вы так нервничаете очень сильно? Я не нервничаю. Есть два типа. Есть тип истероидности, то есть тип самой социальной фобии, а есть тип простой застенчивости, соответственно, это определенный психотип, который подразумевает под собой просто определенную интроверсию, и, соответственно, человек просто сам по природе такой. Спасибо, Алексей, за ваш краткий экскурс в вашу личную жизнь, не только в вашу. У нас, внимание, звонок. Давайте послушаем его. Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемые гости студии. Вот, я бы хотел задать вопрос Елизавете, не знаю, к сожалению, имя отчества. Конечно, она симпатичная девушка, я бы с удовольствием с ней пообщался, хотя я тоже носитель фобии. Мне уже достаточно много лет, и людей, которые я видел в своей жизни, 90% это откровенные сволочи. Или обманут, или обсчитают, или заложат, или еще какой-то гадой сделают. Поэтому я предпочитаю общаться с собаками и дружить с ними. Собака лучше человека. А вопрос такой. Как вы думаете, фобии, боязнь общения, может быть, они просто следствие отношений между людьми, нормального состояния нашего общества? Что вы можете сказать по этому поводу? Я думаю, что, благодарю за ваш вопрос, я думаю, что не всегда фобия эта является следствием отношения со стороны людей, так как чаще всего проблема кроется именно в самом человеке. Соответственно, поскольку человек привык оценивать себя несколько выше, чем о нем думают окружающие люди, и, соответственно, благодаря этому человек попадает в такое общество, где о нем судят несколько иначе, чем он сам о себе думает. А за счет этого человек считает, что эта среда, наоборот, более враждебная, ну и, соответственно, возникает его фобия. В следующий раз человек уже боится заходить туда, где о нем думали ниже, чем он сам себе позиционирует. И благодаря этому у человека получается фобия, которую он очень трудно преодолевает. Соответственно, общение с собаками дает некоторый выход энергии, дает возможность для общения, но собака не является членом социального общества, и, соответственно, общение есть, но социальная фобия как была, так и остается. Я, к сожалению, не слышал вашего имени и не услышал. Но я думаю, что у вас как таковой проблемы вообще нет, и вы просто немножко на этом зациклены. Если вы перестанете, как бы, ну, на этом зацикливаться, я не знаю, бояться именно, не знаю, ну, именно мнения других о себе, то тогда вы спокойно сможете, как бы, ну, грубо говоря, нормально жить, как бы, и, ну, никаких проблем не будет, вот, собственно. Спасибо, Алексей. Это очень здорово, что мы сегодня в нашей программе очень много даем друг другу советов. Действительно, способ побороть страх и боязнь чего-либо, это окунуться в проблему, окунуться в нее с головой. Если ты боишься, что на тебя будут смотреть люди, выйди в открытое место. Это многие советуют психологи, в том числе родоначальник психоанализа, Зигмунд Фрейд, и об этом много говорилось в других программах, и мы только это повторяем. Но хотелось бы более конкретно сосредоточиться на проблеме, потому что социальная фобия – это в своем выражении очень страшное заболевание. И по сообщениям средств массовой информации в конце мая в Санкт-Петербурге случилось так, что человек вышел из дома и не вернулся, и говорят, что это связано с той редкой болезнью, которая была у него, это социальная фобия. То есть он, как вы думаете, Елизавета, что могло побудить, и что могло явиться причиной вот такого поведения человека, страдающего данным заболеванием? Спасибо, Иван, за ваш вопрос. Социальная фобия не является таким уж редким заболеванием, а вот осложнение социальной фобии в качестве панических атак, когда у человека возникает сердцебиение, когда у человека возникает отдышка, когда у человека краснеет лицо, как раз является осложнением не только социальной фобии, но и других видов фобии, когда человек, просто попадая, окунаясь в свой страх, начинает бояться, ну и, соответственно, бояться общества, и, соответственно, у него возникает что-то типа состояния аффекта, и человек как бы на некоторые секунды перестает осознавать, кто он. Ну и, соответственно, получается так, что он может уйти из дома и действительно не вернуться. А можно ли по внешним признакам понять, что человек страдает социальной фобией? Вот, например, Алексей, наш гость программы, вот есть ли у него какие-то внешние признаки, по которым вы могли у него диагностировать фобию? Спасибо за ваш вопрос. Мне почему-то кажется, что Алексей обладает социальной фобией, как каждый человек, но в меньшей... Вернее, каждый человек обладает социальной фобией в той или иной степени. А, соответственно, Алексей обладает социальной фобией, но в меньшей степени. Ну, тогда вы раз в 30 больше меня обладаете этой социальной фобией. Ну, чисто теоретически, конечно, но лишь с моей точки зрения. То есть вы считаете, Алексей, что вы человек так сильно интегрированный в общество, так сильно участвующий в его жизни, что больше вас никто, так сказать, не знаком с жизнью, с обществом. Расскажите более подробно о своих увлечениях. Вы мне перед передачей очень много чего рассказывали, в том числе, что у вас есть какие-то увлечения, какие-то группы, в которых вы состоите, какие-то мультики, вы говорили, или что-то такое? Да, я очень сильно увлекаюсь аниме. Уже 5 лет где-то состою, грубо говоря, в субкультуре анимешников. И мне это очень нравится. Почему? Потому что они, ну, анимешники, очень сильно, грубо говоря, себя, ну, как семья огромная, не знаю, ведут. И они, ну, очень близко, не знаю, ну, грубо говоря, как брат и сестра все совершенно. И даже если новый человек какой-то приходит, они не говорят, там, то, что вот ты, там, я не знаю, красным ботинком, ты не входишь в нашу группу, грубо говоря. Да, и все равно, как бы, принимают в группу, и также нормально, как бы, общаются и развивают, грубо говоря, общественные сети. Ну, общественные такие. То есть получается, что вот эта часть общества, которую вы характеризуете как аналог семьи, это ваш круг общения. Но не будет ли точным сказать, что вы слишком ограничиваетесь именно на части общества, на сегменте общества, а для всего общества вы закрыты и боитесь всего общества? Это один из сегментов общества. Я также общаюсь и со скинхедами, которые достаточно грубые и в той же степени милые, в какой-то степени, опять же, и с паркурщиками, и рэперами. Ну, просто надо брать от жизни все, и не надо париться вообще, кто есть кто. Ну, блин, субкультура, это ни в коем случае не разграничивает человека по понятиям жизни его. То есть вы не так сильно увлечены какой-то субкультурой, вы можете при желании, так и делаете, то есть вы из одной культуры в другую часто переходите, общаетесь с представителями той культуры, другой, третьей, и это формирует в целом вашу жизнь. А то, что касается непредставителей субкультур, ведь субкультура это всего лишь возможность для определенной группы людей как-то выразиться? Для реабитации, грубо говоря. А, соответственно, а с людьми, которые не принадлежат никакой субкультуре, как вы взаимодействуете? Совершенно так же. Ну, это, опять же, я повторяюсь, то, что это никак не разграничивает, как бы это ни в коем случае не говорит о том, что если ты ни к чему, грубо говоря, не принадлежишь никакой субкультуре, то ты там, блин, вообще изгой какой-то общества или еще что-то. Это бред. Ну, это как-то дико звучит на самом деле, как бы человек есть человек. И общаться, главное, чтобы, ну, блин, главное, чтобы человек нашел общую тему для разговора, что-то нравится там, не нравится. Ну, это как бы не тот вопрос, который мог бы, я не знаю, ну, преподнести к этой теме разговора именно этой программы. Спасибо, Алексей. А теперь к вопросной пытке мы перейдем уже в аспекте Елизаветы. Елизавета, вот мы послушали короткое резюме жизни Алексея. Он рассказал нам о том, чем он занимается, продемонстрировав какие-то навыки общения. Вот. Скажите теперь вы, может быть, у вас тоже, несмотря на ваше медицинское образование и знание общества в теории, есть какие-то страхи, или вы чего-то боитесь в жизни. Может быть, все-таки, ну, чтобы наши зрители не думали, что только у них бывают какие-то скрытые эмоции. Может быть, на вашем примере кто-то увидел бы себя? Ну, страх — это нормальная эмоция, потому что не боятся только люди с деформированной психикой. Соответственно, у каждого человека есть свои определенные страхи. Там, например, страх потерять близких людей или страх каких-то насекомых. Ну, например, страх мухи-цеце, как переносится сонная болезнь. Поскольку сонная болезнь очень тяжело лечится, например, в таких странах, как Индия, куда очень часто любят ездить российские туристы. Соответственно, у них может возникнуть фобия на вот как раз муху-цеце, как переносится сонной болезни. Много фобий возникает на змей и на пауков, поскольку большое количество змей обладает гемолитическим ядом и, соответственно, может вызвать различные нарушения в организме человека вплоть до смерти. Соответственно, многие люди боятся пауков, многие люди боятся того, что могут выйти на улицу и, например, не вернуться домой. Соответственно, многие люди боятся скорее того, что попадут в какую-то враждебную среду, где им нанесут какой-то вред. Отсюда берется и страх высоты, и страх пауков, и страх змей. Очень хорошо, Елизавета. Правда, мой вопрос касался непосредственно вас, а не многих людей. Потому что, конечно, врачи, они воспринимают человека как часть общества, но каждый человек уникален и индивидуален. Вопрос тогда к вам другой. Раз мы уже пришли на тему общества и всех людей, вы знаете, наверное, что в этом месяце Россия вступает во Всемирную торговую организацию. Это, казалось бы, к нашей теме боязни общества не имеет никакого отношения. Но, как мы знаем, это приведет к еще большей глобализации всех процессов, которые происходят в нашей стране, в том числе информационных процессов. И такие явления, как социальные сети, интернет, они уже разъявились в нашей стране максимально. Вот как вы относитесь к такому способу преодоления, что ли, барьеры в общении через интернет? Мне кажется, преодоление общения, такого барьера в общении через интернет, это не преодоление самой проблемы, так как, например, у многих людей по пять тысяч друзей ВКонтакте, а из них он общается только с десятком или с двадцатью людьми. А, соответственно, таким количеством людей он себя убеждает, что у него очень много друзей. Ну вот, например, Алексей, сколько у вас друзей ВКонтакте? Ну вот у меня шесть тысяч, ну плюс, грубо говоря, друзей. И я с этими друзьями, ну, за месяц я с каждым человеком обязательно должен поздороваться хотя бы, спросить, как дела, и встретиться хотя бы один раз. Это, грубо говоря, двести человек в день? Да. И вы со всеми успеваете? Нет, не со всеми. Это естественно. Вопрос действительно сложный, и, наверное, кто-то из друзей Алексея нам сейчас звонит в студию. Давайте послушаем звонок. Алло. Здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте. У меня вопрос к вашей гости, будущему медицинскому работнику. Вот она упомянула о струнной болезни. Только, а можно поподробнее, может быть, я болею этой болезнью? Мне все время хочется спать. Спасибо за ваш вопрос. Я не знаю, только как вас зовут, но вы вряд ли болеете сонной болезнью, так как сонная болезнь – это тропическое заболевание, которое проявляется бредом, галлюцинациями, и ей болеют только в тропиках. Это Индия, это Эквадор, это различные южные страны, где водится муха ЦЦ. Это, например, Южная Америка. И, соответственно, если вы не были в этих странах, и вас не кусала муха ЦЦ, то вы вряд ли ей можете заболеть. Или, наверное, в определенные периоды, например, в периоды сессии, эта болезнь буквально охватывает некоторые категории нашего общества. Могу на своем примере об этом сказать. Спасибо за вопрос. То есть в итоге мы пришли к тому, что, Алексей, вы нам выразили, так сказать, свое отношение к дружбе ВКонтакте. Дружба ВКонтакте есть или нет? Есть, но это больше как общение именно, чтобы... Ну, способ связаться. Это ни в коем случае не общение только в интернете. Это обязательно общение, которое продолжается какой-то реальной встречей. Или, ну, в принципе, да. Ваша личная жизнь как-то связана с интернетом? Вам удавалось как-то строить отношения с другими людьми, основываясь на вот общении? Да, конечно. И очень часто, на самом деле, это очень часто помогает. На самом деле, почему? Потому что, ну, во-первых, как бы я недавно нашел себе девушку 30 лет в ВКонтакте, как бы так же и, ну, в социальной сети. И мы неплохо очень даже с ней ладим. Мы думаем, что у нас в дальнейшем будет что-то очень даже серьезное, на самом деле. Вот. То есть она у вас есть в друзьях? Она не только в друзьях есть. Мы уже с ней, ну, две недели, грубо говоря, встречаемся в реале. Вот. Но вы влюбились в нее саму? Или в тот образ, который она создала, когда писала вам сообщение? Я думаю, то, что я влюбился именно в ее характерные черты лица, именно жестов, движений. Ну, именно в реале, как бы. А по сообщениям это трудновато понять. Но ведь внешность обманчива, соответственно. Да, но слова не обманчивы, к сожалению. Поэтому я вас спросила, что вы читали, что она пишет? Вы влюбились в тот образ, который она себе сделала? Ну, мне образ сообщения, как бы, грубо говоря, который она сделала, понравился, да. И только поэтому, наверное, мы ее встретились сначала. И поэтому, как бы, ну, какое-то предложение было. Это естественно. Но больше, как бы, это естественно то, что я влюбился именно в образ человека, который есть в реале, а не который она создала сама себе. Это не фейк. Это просто обычный, ну, я не знаю, вид человека. Это ни в коем случае нельзя придумать самой. Ну, если даже можно, то это очень трудно сделать. Хотя вы, в принципе, постарались это сделать. Вот. Хорошо. Алексей, и вы не испугались этого человека? Вы, например, вы вот познакомились с девушкой. Вы все, все, что угодно можете делать, если она на вас смотрит, например? Ну, не совсем все, конечно, но, в принципе, все, да. Ну, в какой-то степени все. Ну, например, допустим, я не могу там испражняться. Не знаю. Ну, это дико просто. Ну, хотя кому-то нравится, не знаю. Ну, это каждому свое. Какие-то барьеры у вас еще остаются в жизни. Минимальные. Вот. Но вы, в принципе, вы абсолютно открыты обществу. Да. Вот. Так что вот у нас сегодня для телезрителей, можно сказать, пример человека, который ничего не боится, готов делать перед людьми прогуально все, что угодно. Елизавета, вы можете как это охарактеризовать? Стоит нам всем, может быть, как-то учиться, записываться к Алексею на приеме, чтобы перенять у него это качество? Нет, я думаю, каждый человек должен быть тем, кем он является. Соответственно, есть интроверты, есть экстраверты. Соответственно, не бывает чистых темпераментов, не бывает чистых экстравертов, не бывает чистых интровертов, однако, ну, их соединяет определенная линия. Ну, например, Алексей ближе к экстраверсии. Соответственно, Алексей позиционирует себя как такой открытый человек, который общается с большим количеством людей, соответственно, благодаря чему он считает то, что он не обладает социальной фобией. Он и ей действительно не обладает. Кэф. Я надеюсь, что нам удалось в ходе нашей программы с разных сторон рассмотреть явления социальной фобии, поскольку это довольно сложное понятие, и с медицинской точки зрения нам Елизавета помогла, с практической, может быть, жизненной нам помог Алексей. Спасибо, нужно сказать, нашим дорогим телезрителям, которые нам позвонили сегодня в программу. И чтобы в заключении как-то эту тему больше сосредоточить в нашем мозгу, давайте просто вот блиц-опрос. Чего вы в своей жизни точно не боитесь? Скажите, пожалуйста. Высоты. Высоты. Алексей, чего вы не боитесь? Футбола. Футбола. Хорошо. Сто процентов. Еще, например, вот, не знаю. Пауков. Пауков. Да, я в детстве тоже ел пауков. Приятного аппетита. Спасибо. Ну, не боюсь, не знаю. Я очень сильно боюсь стоматологов. Это, наверное, единственная боязнь. Ну, плюс смерть. Ладно. Страх смерти, высоты. Ну, нет, высоты нет, ни в коем случае. Вот, вы затронули вопрос стоматологии. То есть, получается, что вы боитесь все-таки людей как о конкретной профессии? Ну, только их, да, потому что это очень больно и неприятно и дичь вообще. Ну, ведь есть анестезия. Все равно это дичь. Мне они помогают. Есть более сильные анестезии? Очень сильные. Три раза не помогло. Все равно больно было. Очень сильно больно. И в результате этого вы стали бояться стоматологов? А как же возможность преодоления своего страха? Ну, в результате этого чуть стоматолога в окно случайно ногой не вывезло. Бедный стоматолог. Да, мне тоже жалко очень сильно, но, к сожалению, вот надо очень сильно анестезию принять тогда. Это понятно. Я не врач, но я знаю, что любой страх, по-моему, он является собой чувство человека. Человек боится, что ему что-то как-то повредят. Да. Вы боитесь, наверное, что что-то будет угрозой вашему здоровью, там, какому-то... Я не боюсь кататься на капоте, но боюсь стоматологов. Катался на капоте? Да, я катался на капоте. Меня сестра катала иногда так, ну, правда, только 80 километров в час, но, в принципе, тоже нормально. Это, можно сказать, самое экстремальное, что было в вашей жизни? Нет, самое экстремальное, это, наверное, прыжок с вышки в воду 100 метровой. Это было... Ну, это самое экстремальное, наверное, это было очень круто. Вы этого не боялись? Нет, ну, вначале, да, естественно, я боялся, но... Ну, разбиться, но, опять же, только ноги себе отбил. Вот. А так вообще отлично. Офигенное чувство. Совсем. Всем советую, просто, на самом деле. А, Елизавета, тогда хотел вас спросить уже в завершении. А, страх действительно полезная эмоция. Да. Он защищает людей, но бесстрашие, как таковое, когда мы видим, что человек ничего не боится, имеет какие-то последствия? Мне кажется, что имеет последствия, по крайней мере, определенные, так как бесстрашие не позволяет человеку адекватно оценить обстановку, ну, соответственно, например, бесстрашие скорости на дороге может привести к дорожно-транспортным происшествиям, и к смерти не только самого водителя, вот, который не боится, но и к смерти окружающих людей, например, пешеходов или же других водителей. Соответственно, может произойти, ну, ДТП со смертельным исходом, ну, и, соответственно, последствия уже для всех. его бесстрашивая. Ну, во-первых, если бы люди не боялись смерти и вообще не боялись ничего, тогда бы они просто закончили самоубийством, потому что они не имели смысла жить. Вам так не кажется? Мне кажется, нет, потому что смысл жизни не в том, чтобы не бояться чего-то, смысл жизни в том, чтобы бояться чего-то. мне кажется, смысл жизни у каждого человека свой и просто нужно его узнать, почувствовать. Да, но если человек умрет, он все равно не сможет достигнуть этой цели, правильно? Да. Так же, он боится смерти. Но смысл жизни это не в смерти, смерть неотвратима и смерть не отвечает на вопрос, что. Смерть не отвечает на вопрос, где. Смерть отвечает только на один вопрос, когда? Ну, все равно это главный вопрос, который, в принципе, без этого вопроса, ну, когда, грубо говоря, если человек умрет, он не сможет достигнуть цели, правильно? Правильно. То бишь, в какой-то степени это смысл жизни. Мне кажется, нет. Я думаю, это в какой-то степени. Легко мы перешли от темы боязни общества к теме смысла жизни. На эту тему, наверное, много уже существует бесед и без нас. Мы просто попытались стать частичкой вот этого интерактивного потока информации, которые есть на тему социальной фобии. Очень интересный, подробный экскурс нам помогла осуществить Елизавета, Алексей. Большое спасибо, дорогие телезрители. Всего доброго. До свидания. До свидания.